Всем бодрого дня! Мы находимся на районе Войковский, рядом с площадочкой, которую поставили отчасти благодаря мне. Потому что это я ходил в управу и говорил, что не хватает в районе нормальных современных площадок. Конечно, поставили не совсем то, что я хотел, да? Сейчас я вам покажу, что поставили. То есть, видите, не совсем четкие брусья, не совсем четкие турники, опять огромные высоты рукохода, доски для пресса на каких-то гигантских расстояниях. Какой-то непонятный вообще канат, для кого это все. Нормальные брусья, я на них всю зиму тренил. Всю зиму, все лето, конечно же, я на них тренил, а Джумашка очень хорошо. Так, ну шведская там, еще одна шведская, кольца опять. Какие-то ужасные желтые тренажеры, как вы понимаете, опять бесполезные. Рукаход на нормальной высоте. И вон там вдалеке упоры для отжиманий, которые я буду сегодня использовать. Чем хороша эта площадка? Она находится между школой, школой и автобусной остановкой. То есть, в идеале, народ, едя из школы и обратно, проходит мимо площадочки, что-то там занимается и вкачивается. В идеале. На практике я здесь сколько раз было, никого никогда не видел. Чтоб кто-то из школы шел и занимался. Конечно, на территории той школы есть еще закрытая площадка, чисто для учеников. Подобного рода, только поменьше. Может, они занимаются там? Может быть. Может быть и нет. Не знаю. В любом случае, сегодня буду тренироваться здесь. Сегодня делаем продвинутую технику. Последний тренировочный день. Нет, не последний. Не последний тренировочный день в этой технике. В технике нестабильных повторений. На улице минус 11. Я одет. Тепло. Мне комфортно. Поэтому давайте разминаться и делать круги. Чувство, будет много разных сегодня конструкций. Погнали. Продолжение следует... 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 и надеяться, что люди сразу начнут заниматься нет, я даже скорее против этого так что, чтобы ребята, которые занимаются они сами учились взаимодействовать с властью сами учились выбивать в администрации площадки и у них и отношение будет другое к этому и заниматься они будут потому что это что-то, чего они сами достигли это их понимаете? это не так, что им подарили сверху поставили, или даже когда ставят не спрашивая или когда ставят какую-то фигню здесь еще не самый плохой вариант так что я за то, чтобы ребят сами выбивали ну, в принципе, эту я выбил так что я на ней и занимаюсь чего еще хочу еще момент, на который стоит обратить внимание когда вы делаете приседания вот с нестабильным приседанием вы приседать начинаете только когда вы уже вторую ногу поставили на пол я уже говорил об этом и в отжиманиях то же самое, в выпадах но, еще раз повторюсь вот вы как бы выжали себя наверх подняли ногу, руку опустили ее и только после этого начинаете опускаться вниз потому что если вы начнете опускаться раньше или перенестите вес на ту ногу, которая еще в воздухе то вы создадите ударную нагрузку либо создадите нагрузку нестабильного характера на ту ногу, на которую опираетесь в общем, и так и так это будет не самым безопасным и не самым эффективным вариантом собственно, я не говорю здесь о какой-то правильной неправильной технике я говорю именно о вашей безопасности и эффективности упражнения вот, на этом на сегодня все увидимся завтра на новой площадке всем продуктивных тренировок до завтра